Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рысев на часах 12.05. И сейчас открываем мы следующую тему на наш сегодняшний эфир. Будем говорить о том, что стены домов в нашем славном городе предложили раскрасить. Кто предложил, и, собственно говоря, что это за проект, будем говорить мы с Ксенией Шифер. Это руководитель общественной организации «Гражданская миссия». Ксения, добрый день. Ксения Фишер. Алло, Ксения Фишер. А я как сказала? Шифер. Шифер. Ну, это из-за домов. Ну, видишь, тема схожая, поэтому я уже про фасады думаю. Знакомы давно, поэтому буду на «ты», да, ничего страшного. Я думаю, расскажи, пожалуйста, что это за проект, что это такое. Так, значит, у нас очень много проектов от «Гражданской миссии». Ну, большинство так направлено на развитие гражданского общества. Но это красивая вятка. Она именно, ну, хотелось визуальную обстановку в городе улучшить, потому что скоро лето, люди грустные, люди будут там. Ну, по весне откроются, не знаю, некрасивые виды. И хотелось бы, чтобы как-то вдохновить людей, чтобы... То есть мы сделаем город красивым, да, они тоже могут сделать, в свою очередь. Это, например, убрать там в своих дворах, выходить на субботники, не знаю. Ну, то есть мы стремимся показать, что вот мы, вроде бы не имея силы какой-то там изменения, то есть мы же не власть там никто, но мы можем улучшить вот эту визуальную обстановку. И, то есть если они нас поддержали, то у нас бы в городе стало намного чище и красивее. Да, ну вы гражданская, организация гражданская миссия, то есть это представляется, ну, какие-то немного дела другого характера. Здесь же раскрашивать дома, это как-то ближе, не знаю, там, к искусству, к современному, к актуальному. И когда я предложил Борису Дмитриевичу Павловичу, предположим, раскрасить скамейки, ну, это какие-то параллели, да, к современным искусствам. Это же разве ваше направление, ваша деятельность? Ну, у нас в Кирове очень много таких талантливых молодых людей, которые не уехали в столице, да, остались в городе и, не знаю, да, может быть, это не связано с гражданской тематикой, но почему бы там не заняться тоже этим тоже проектом, тем более я знаю, как его воплотить и как это сделать там, чтобы в течение двух месяцев это началась уже раскраска этих домов. То есть это непосредственно твоя инициатива, да? Да, непосредственно моя инициатива. Это опыт каких-то других городов? Вот хотел мне коллега рассказать про опыт других городов, то есть, ну, чаще в Европе так делаем. Ну, собственно, он же на подходе, я думаю, что мы ему по этому поводу слово и передадим. А пока я слово тебе, Игорь, передам. Недавно ты был в Перми, и как раз можешь рассказать, что там, что я при этом удивилась, я не была в Перми, я не видела, но слышала много об этом, что действительно много зданий, на которых на фасадах есть какие-то рисунки, и в том числе, что это в центре города, в исторической части, да? Вот про это расскажи недавно. Я не вдавался в подробности того, откуда появились эти рисунки, там в центре города, прямо на набережной. Ну, выглядит это неплохо, мне понравилось, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Ну, то есть это граффити, это ярко или это черно-белое, что это? Это что-то похожее на граффити, я не хочу тут акцентировать внимание непосредственно на Перми. В многих других городах России тоже я был и тоже видел подобное. Действительно, это, ну, неким образом, глаз все-таки отвлекает и радует от просто, к примеру, серых фасадов. Я не знаю, как это реализуется. У меня такое ощущение, что здесь все равно огромное количество препонов в качестве чиновников, которые, к примеру, все-таки им проще было бы оставить дома в том виде, в котором они существуют поныне. И, может быть, и денежные, финансовые какие-то или что-то еще. Вот я поэтому, наверное, самым главным образом и вам хочу передать слово, чтобы вы пояснили, как же это все заработает в итоге. Заработает. То есть я думала, откуда взять деньги на этот проект. То есть от бюджета не хотелось брать, потому что он распределен, потому что, ну, не надо. Вескифтанцы и жители тоже невозможно, потому что они откажутся, не зная, тем более не видя, что это будет там в итоге картинка, да, как они так согласятся, чтобы у них вычитывали. Поэтому пришло решение, то есть есть опыт такой в каких-то городах, вот я не помню. Я заказываю рекламодателю, он полностью разрисовывает один дом или несколько, сколько он выберет. То есть он выбирает эскизы, ему художника выбирает. И там 10% примерно или сколько занимает его логотип. То есть это станция рекламы, очень выгодная для рекламодателя, потому что на фоне нее люди фотографируются. То есть там можно заказать 3D вот художников из других городов, которые 3D именно рисуют, да, очень красиво. Люди постоянно с этим фотографируются. То есть я была в других городах, видела. И, ну, то есть я считаю, что фирмам было бы выгодно, в принципе, вот так вот разукрасить эти дома. И я уже с кем разговаривала, те, да. Ну, в принципе, я тоже с этим согласен. Вот вспомни, Свет, у нас когда появилась эта дымковская игрушка, или как она, около театра кукол, то, в первую очередь, поначалу немножко коробило, что это, это же Мегафон, да, по-моему, делали они это. Но сейчас как-то это все отошло на второй план, и она просто сама по себе стоит и стоит. Ну, не знаю, хорошо. Никто на это уже не обращает внимания, как на какую-то рекламную акцию и так далее. С другой стороны, я вспоминаю, что совсем недавно, когда начался конфликт как раз-таки кировских рекламщиков за места в городе, ну, за стенды и так далее, за рекламные конструкции, прозвучала такая фраза, я не знаю, много ли кто обратил на нее внимание, я уж не помню, даже из чьих уст она была произнесена, но городские власти говорили о том, что у них пока нет схемы работы с фасадами домов. То есть я так понимаю, что от этой доли рынка они все-таки тоже хотят получать какие-то средства. Если фасад дома, к примеру, будет разрисован, то получается, что все, туда дорога им закрыта. То есть с этой позиции разговаривали как-то с человеком? Мы сейчас, то есть у меня есть план, что кому когда идти, то есть мы выйдем из этой ситуации, посмотрим все варианты и так далее, и в любом случае реклама не будет кричащей. То есть те города, которых я знаю, в Перми, например, там Билайн, реклама, она не кричащая. То есть там есть намек на Билайн, но нет, там не написано это слово, например. Ну что, представлю, я к тому подошел, Станислав Суворов, член общественной организации «Гражданская миссия». Станислав, добрый день. Добрый день. Да, и вы можете рассказать, в каких городах еще, да, и тоже пояснить, что к чему, что за рисунки. Мне еще интересно, все-таки вы планируете, в какой части города все это делать? То есть коснется это центральной части или же это будут новостройки? Конечно же, это коснется не центральной части города, потому что у нас есть здания, которые бы не хотелось рисовывать, они и так красивые. Конечно же, это будет все происходить на периферии, то есть в районе Зонального, Филики и так далее. По поводу примеров, например, жители Чехии, у них тоже очень много домов советского прошлого, то есть панелек. И они объединяются и раскрашивают свои дома очень так довольно красиво, ремонтируют их, они о них заботятся. То есть им не все равно, какой дом будет, в котором они живут. И даже когда они приходят, то есть проходят мимо него, видят, он достаточно красивый, то есть серость. То есть во многих городах такое есть, да. Слушайте, ваше отношение как вы относитесь к тому, что ваши дома разукрасят? Разукрасят какие-то должны быть рисунки, ну, собственно говоря, и зачем. Но так или иначе, мы сейчас попытаемся дозвониться до Сергея Белякова, это руководитель управляющей компании «Вятка Уют». И как до эфира он нам пояснил, они примерно около уже пяти лет занимаются тем, что на каких-то домах рисунки уже нанесены. Что это за рисунки, мы узнаем, насколько сложен именно сам процесс, то есть там как процедура, нужно ли договариваться. Конечно, нужно, ну, то есть как это происходит с жильцами, как происходит выбор рисунка. Собственно говоря, вот всю эту практику мы у него спросим. А вы, слушатели, в свою очередь, можете звонить к нам, 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир. Пожалуйста, ваши отношения можете высказать. А вопрос мы озвучивали? Сейчас мы, да, дойдем до этого. Еще номер для самосообщения, чтобы, слушатели, напомню для вас, 8-909-720-101-0, пишите. Подписывайтесь в начале сообщения, чтобы Игорь мог прочитать. И также заходите к нам на сайт www.echokerov.ru. Наш адрес звучит именно так. Там вы найдете радио, видео, трансляцию. И, как я уже говорила ранее, мы для вас подготовили опрос, поэтому заходите, ставьте галочки напротив тех ответов, которые вам нравятся больше всего. Наносить рисунки на стены домов недопустимо, бескультурно, необходимо, смотря какие рисунки. Так вот, собственно говоря, какие рисунки? Какие рисунки на своем бы доме я бы хотела? Ну, вот в рамках этого проекта, да, то есть, ну, все-таки это будет граффити, это будет что-то связанное с этой тематикой? Или, не знаю, предположим, там, не знаю, там, герои мультика Винни-Пух? Сегодня у меня встреча с художниками, краски русских, которые, ну, которые хотя бы знают всех остальных, вот. И я думаю, ну, знаю их спектр того, что они могут вообще рисовать. Но мне вот интересно бы на моем доме какое-нибудь искусство, не знаю, какое. Ну, давайте спросим, что интересно было бы увидеть на домах Сергея Белякова, руководителя, управляющего компанией «Ветка Уют». Алло. Сергей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Да, рассказали вы нам, что уже примерно пять лет наносятся рисунки на какие-то, нанесены на какие-то дома нашего города. То есть, вы этим уже занимаетесь? Расскажите про это. Ну, нам было интересно. Мы первый дом попробовали на Черца 41 сделать. Нам тоже помогали безвозмездно художники. Получилось достаточно неплохо, и мы постепенно начали тоже это дело развивать. Второй проект у нас был Воровского 54-31, Дымковская игрушка. Третий проект у нас был Сурикова 9, сказочные мотивы всякие. Вот, Кашевого 51, Блингасова. Ну, то есть, вот таким образом... Ну, да, ну, то есть, это не центр, это окраина. А зачем? Это, во-первых, ощущение праздника. Любой рисунок яркий на стене среди всех серых водней и серых домов, которые у нас в городе, ну, дает некое такое праздничное настроение. Повышает как-то. Ну, и всеми, наверное, приятно, когда свой дом выглядит красиво и необычно. А сами жители домов, они как вообще отнеслись к этой инициативе? Или они просто по факту вот увидели, им понравилось или не понравилось? Или они просто нейтралились? Ну, сначала согласовали жильцами, что там именно и как будет выглядеть. Утвердили на собрании и после этого уже разрисовывали. Ну, то есть, изначально это ваша была инициатива, да? То есть, вы где-то увидели, что такое есть? Да, изначально мне понравилось. Я видел один дом в Москве, оформленный в виде джунгля. Мне очень понравилось. И, соответственно, мне захотелось сделать нечто подобное в Кирове. Но, собственно, тут необходимо, что главное? Разрешение от жильцов. Да, 51% собственников должны проголосовать, поскольку фасад здания является общедомовым имуществом. И решение это необходимо для того, чтобы... Ну, как... Насколько сложно получить это разрешение? Ну, предположим, сошлись на том, что действительно неплохо бы что-нибудь нарисовать. Ну, одному нравится действительно, не знаю, Винни-Пог, другому нравится что-нибудь, какая-нибудь абстракция из серии современного искусства. Черный квадрат. Черный квадрат. Как прийти к единому соглашению? Ну, это достаточно сложно, но чаще всего ведь у нас диктует свою волю инициативные граждане. Те, кто проявили инициативу, они обычно и принимают решение по такому вопросу, то есть согласовывают изначально и убеждают уже людей о том, что именно вот такие рисунки должны быть. Сергей Леонидович, у меня вот вопрос. Ну, то есть мы пытаемся как-то украсить дома именно рисунками, а может быть, стоит просто их отремонтировать, придать достойный вид и уже будет симпатичнее? Ну, безусловно, значит, ремонт здания, оно, то есть, больший эффект в любом случае. Но и вопрос, если, условно говоря, мы делаем ремонт фасада, там, что катурим, красим, там, и так далее, это все равно стоит каких-то денег, и объем красок примерно тот же самый. А вот, кстати, впоследствии эти рисунки, они сохранятся или нет? Потому что, когда придется, к примеру, ремонтировать устаревший фасад, ну, который сыпется или что-то еще, то, получается, рисунок пострадает? Вопрос в том, насколько это интересно самим жильцам. То есть, если им изначально они гордятся своим, там, домом, и они, естественно, будут восстанавливать это сами, и будет их инициатива, они будут настаивать, там, для управляющей компании какие-то рекомендации писать, либо собственными силами восстанавливать. Вот, а если это никому не нужно, то есть, вопреки мнению жильцов, было сделано, то, естественно, оно исчезнет постепенно. Да, ну, то есть, изначально, когда это делается, получается, что жильцы на это не тратятся совсем? Ну, тратятся, ну, минимально, в принципе. То есть, вы понимаете, прекрасно, сделанный фасад, штукатуренный, покрашенный, у него затраты, это только краска, которая уйдет на, значит, рисунки, и плюс стоимость работ, если она будет выставлена, либо это инициатива граждан, тогда это будет, ну, без затрат. Да, ну, сегодня мы говорим, вот, то есть, такой прям масштабный проект задумывают участники организации гражданской миссии, ну, то есть, уже ни один, ни два, ни три дома. То есть, намного больше, да, то есть, заняться так серьезно этим. Ну, так как вы этим уже занимаетесь, что говорят руководители других управляющих компаний? То есть, может быть, и без подобных проектов можно было бы этим уже заниматься? Почему другие не подхватили эту идею? Ну, это, во-первых, сложно, это ведь согласование, любое согласование, это очень сложно. Работа с жильцами всегда проблематична. Я думаю, что больше из-за этого будет проблем. А так, конечно, было бы очень интересно вообще сделать какой-то, ну, условно говоря, этот проект, развить на карте города, сделать некую цепочку, которая логически продолжала бы одна другую. Было бы очень интересно даже для гостей города проехать по какому-то маршруту, предположим, да, и посмотреть развитие, предположим, какая-то динамика могла бы быть в этих рисунках. Ну, представляете, да, как картинная галерея в развитии. Ну, что, постараемся представить. Спасибо вам большое за комментарии. Сергей Беляков, руководитель управляющей компании «Вятка Уют». Слушайте, какие бы рисунки вы хотели видеть на своих домах и хотели бы их видеть вообще? Расскажите нам, 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир. Ну, вот нам пишет Даша по СМС. Лучше разрисованные дома, чем обшарпанная штукатурка. Тут полностью согласен. А может быть, как раз сделать так, чтобы не было обшарпанной штукатурки, тогда рисунки не нужны. Ну, вот, понимаешь, ты опять немножко в другую плоскость уходишь. Я все-таки, наверное, попытаюсь эти понятия разделить. Если мы говорим, к примеру, об отремонтированном доме, о штукатурке, давайте тогда собирать людей и по этому поводу, в частности, и думать, как этот вопрос решить с каждой отдельной управляющей компанией. Тут вопрос в другом. Тут вопрос нанесения рисунка на стену. То есть это совершенно другое, мне кажется. Тут уже нужно думать о том, какой это будет рисунок, кто это будет делать и так далее. То есть вопрос ремонта и нанесения рисунка – это две разные плоскости. И если, к примеру, ты хочешь все-таки отремонтировать дом свой в первую очередь, то создавай инициативную группу, собирай людей, ну, давай тогда этот вопрос решай. А потом можно думать… Ну, это капитальный ремонт дома. То есть это совершенно отдельная тема. Но так или иначе, если мы говорим о том, что давайте мы как-то украсим дом, и может быть, просто других проблем не будет. Не может быть, что тут решается вопрос, лучше сделать то или это. Понятно, что лучше сделать ремонт. Это понятно. Но просто что в итоге, к примеру, если ты все-таки сделаешь этот ремонт, ну, можно подумать и нанесение рисунка. И если стена позволяет, кстати, вот ты мне все перебиваешь, перебиваешь, не даешь сказать. Вот у меня возникла тут ассоциация с тем, что, если, к примеру, будет очень много таких домов, знаешь, как вот в больших городах неровне Кирова, есть, к примеру, метро, вот ты едешь, станция такая-то, станция такая-то, тут они по-разному все оформлены, а у нас будет так в районах города Кирова разные дома по-разному разрисованы. Вот тоже отчасти интересно. Нет, скажешь? Да нет, почему? Я просто хочу посмотреть с разных позиций на это. Ты сегодня в роли критика, я понял. Ксения, ну, еще давайте поподробнее. То есть нет абсолютно никакого понимания, какие-то будут рисунки, то есть это будет по районному городу, может быть, здесь такая-то тематика, в другом месте другая. Я говорю, что сегодня встреча у меня именно с художниками, и где... Ну, наверняка, ты же уже думала об этом, то есть ты... Я думала, но я не художник. Ты инициатор. Да, я инициатор, и еще хотела сказать по поводу, зачем мне это конкретно нужно. То есть я знаю, что мне нужно будет согласовывать с жильцами, и мне очень важно поднимать вот эту гражданскую активность не в плане политическом, а в плане, чтобы они начали задумываться вообще о своем городе, как о своем городе конкретно. Да, ну как нам сейчас рассказал Сергей Леонидович Беляков, руководитель управляющей компании «Вятка Уюта», то есть самая такая сложность, это как раз договориться с жильцами домов, и, может быть, как раз руководители других управляющих компаний не делали, не брали в пример это, и тоже там не спрашивали у жильцов, потому что это просто сложно. Я найду подход, ничего страшного. Ну вот у нас слушатель на линии есть, явно он где-то живет. Прекрасно, сейчас узнаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Представьтесь только сначала. У меня вот, не знаю, как предложение или что. Дело в том, что вокруг домов у нас строящихся безобразные заборы. Как пилотный проект, можно на этих заборах, тогда не надо договориться с жильцами и так далее, то есть сразу будет видно, и тогда можно сравнить и уже перенести на жилые дома, так скажем. Вас как зовут? Сергей. Сергей, мы все-таки относительно дома, с заборами тоже идея хорошая, и мне кажется, кстати, вполне может быть как пилотный проект для пилотного проекта. Гораздо проще и быстрее это пройдет, так скажем. Я к тому, что все-таки, если говорить о домах, как вы считаете, для Кирова это, ну как, идея хорошая или нет, сама по себе? И вот на вашем доме вы хотели бы выйти в рисунок? Не, так сказать, в гости приглашать не на номер, там, 568, а на, там, ну не знаю, кто... Дом с русалкой. Том и Джерри, например. Ну это, ну это, сейчас я, у меня, этот, Дисней канал идет, поэтому, так сказать. Хорошо, ничего другого у вас не идет там? Ну, больше смотреть нечего. Так вот, проще приглашать на какую-то картину, чем на номер дома, так скажем. Ну это интересно, спасибо большое за звонок, 708-502. Ну вот такая точка зрения, слушатели... Ну видишь, уже фантазия у Лидии заработала. Да, ну тут интересно... С подачи телевизора, конечно, но все равно. Не, не других слушателей, да, какие бы рисунки хотели бы вы видеть на своих домах, если к вам придут вот такие представители инициативной группы и скажут, вот давайте мы разукрасим ваш дом, фасад вашего дома, ну как вы к этому отнесетесь, согласны вы или нет? Может быть, у вас какое-то скептическое отношение, вы видите в этом какие-то минусы, вы можете высказать 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир. 8-909-720-101-0, номер для ваших смс, подписывайтесь в начале сообщений, иначе я не смогу их прочитать как анонимки. Геннадий Алексеевич пишет, а эти активные ребята будут изучать мнение горожан по поводу того, нужны ли рисунки на домах. Будут обязательно изучать ваше мнение, к вам обязательно придут и спросят, необходим ли рисунок на вашем доме. 51% от числа жителей дома необходимо для того, чтобы это разрешение было получено. Поэтому скажете нет, ничего не нарисует. Да, пишите также сообщения. И в частности, нам интересно, что бы вы хотели увидеть на своем доме. У нас есть также опрос на нашем сайте, на странице ВКонтакте. Но не именно какие рисунки вы там спрашиваете. Да, не именно, а вы можете в комментариях писать, какие вам интересные рисунки были бы на вашем доме. Да, ну а в принципе на сайте www.hackero.ru наш адрес звучит именно так. Опрос для вас наносить рисунки на стены домов недопустимо, бескультурно, необходимы, смотря какие. Ну вот можно было посмотреть, какие, предположим, если съездить в Пермь. Но Пермь это же немного такой город в этом направлении другой, ввиду того, что и современное искусство там развивается достаточно активно, и много чего там есть, чего нет у нас, и множество галерей. У нас недавно открылась галерея прогресса. Мы пока говорили, мы все не даем гостям нашим богатым, но у нас слушатель на линии. Алло, здравствуйте. Анна Линия, Алифтина. Алифтина, здравствуйте. У нас дом кооперативный советских времен. И вот эту девицу, что у вас сидит, я ее близко не подпущу. Почему? Вот чтобы... Так мы делаем то, у нас каждый сантиметрик оплачен. Вот, и чтобы какая-то особа пришла к нам, навязала нам вот... А почему навязала? Вы берите из таких-то рисунков, вот такой-то я вам нанесу и вам в квитанции включу. У вас ничего не будут включать в квитанцию? Вас просто спросят, хотите ли вы, чтобы рисунок был нарисован нашим. Это вот от такого человека, который у вас сидит. Мне это не нужно. А от другого? И от другого, от всяких рекламодателей мне это не надо. Мне эта реклама по нашему городу, она только вот... Она не дает... Ну здесь же, послушайте, можно вас спросить? То есть это же не будет откровенная реклама? То есть это будут какие-то рисунки? То есть это самое главное, именно какой-то рисунок, дабы дома стали краше. Не дабы. В данном случае вы делаете лингвистическую ошибку. Вот у дабы устаревшее слово в нашем современном русском языке, оно вовсе лишнее. Я вас услышала. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Света, не дабы. Не дабы, да. Но у меня все равно дабы, поэтому... Вот видите, на самом деле это очень показательно. Наш эфир очень показатель с позиции того, как, к примеру, себе придется ходить по домам и спрашивать жителей этого дома, вот хотите ли вы нанести рисунок или нет. Да, потому что вот встретятся подобные жильцы и скажут, что ты неправильно говоришь, поэтому и рисунки тебе мы не дадим и наносить надо. Очень страшно. Будем искать людей, которые действительно хотят. Все-таки давайте еще по поводу... Мы, кстати, на рекламу не уходим, нам сказали редакторы, я тебе предупреждаю, чтобы ты не ушла без моего ведома. Вот. По поводу все-таки всей этой процедуры. Как это будет происходить? Какие в приоритете районы, дома? Какие рисунки, художники какие будут привлекаться? Вы меня просто в СМИ узнали о том, что вы этот проект как-то быстро слишком. У меня вот сейчас намечены встречи с управляющей компанией, и там мне нужно сначала зайти в отдел по делам полнодежи и написать проект, потому что без него нельзя делать красивую вятку с художниками. То есть конкретно еще узнавать нужно, на каких домах вообще можно, возможно, хотя бы даже, чтобы перед этим, после этого уже спрашивать у жителей. Вот. Я не скажу, что хотелось бы все на периферии, потому что мне как раз интересно... Интересно. То есть Киров постоянно хотят сделать таким притоком, чтобы туристы сюда приезжали, ну хотя бы там с других городов России. И может... То есть у нас очень много, в принципе, молодежи в городе. Ну, талантливые, да, я так считаю. И они бы могли свой вклад вот внести вот в такой, нарисовать это сделать. И другие бы приезжали и наслаждались этим. То есть я думаю, что еще что-нибудь придумаем и мы, и другие люди, что сделать в Кирове интересного для того, чтобы привлечь сюда туристов. Вот те, кто заинтересовался, и можно как-то с вами связаться и поучаствовать? Я не знаю, может быть, даже если не рисовать, то помогать. Да, конечно, потому что, естественно, нужна инициативная группа. То есть у нас есть 5-6 членов гражданской миссии, да, но у нас еще много других проектов. И вот нужна инициативная группа, которая как раз будет заниматься согласованием и так далее по конкретным домам. 708-502 наш номер телевизор. Что это было? Я не понимаю некоторых жестов уже твоих. Я просто, ну, хотела уйти на рекламу без тебя. А, так мы все-таки пойдем на рекламу. Просто номер 708-502, слушатели, звоните к нам. Ваше мнение, согласны ли вы с тем, что на ваши дома нанесут рисунки? Вот такой вот проект мы сегодня обсуждаем от организации гражданской миссии. На рекламу мы сыгрим быстро все-таки, Паша. Ну, хорошо, ладно. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» Кирова. Светлана Удельна, Игорь Рысев. Продолжаем мы нашу тему разукрашивания фасадов домов. У нас на сайте www.hackero.ru. Слушатели, вы можете найти опрос, носить рисунки на стены домов. Это несколько вариантов ответов. Пожалуйста, голосуйте. Напоминаю, наши координаты, дабы могли вы с нами связаться. 708-502, наш номер телефона, 8-909-720-101 и 0. Пожалуйста, пишите, подписывайтесь. И твиттер, заходите туда тоже. Вызван 43 через вайпишица. Ну, мы тем временем дозвонились до Дмитрия Шиляева, директора Центра современного искусства «Галерея прогресса». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ваше отношение вот к такой вот инициативе рисунки на домах? Ну, я думаю, что это, конечно же, прекрасно. Единственное, что должны этим заниматься профессиональные кураторы и художники, потому что мы, к сожалению, сейчас с вами живем хоть в руманистическом пространстве. Это стекло и бетон. Любой человек, особенно уже который постарше, чувствует себя гармонично и наполненным, выезжая на природу. Если в нашем городе появится какое-то, ну, допустим, изображение деревьев, там, чего-то еще, там, каких-то великих произведений, то есть это нужно отсматривать, изучать этот вопрос, то это, как минимум, создаст улыбку. Улыбка поможет изменить эмоциональное состояние нашего города. Если обратить внимание сейчас, вот я сейчас смотрю на лексу людей, как бы пешеходов и водителей, мало улыбок, больше напряжения. Искусство — это выход из этой ситуации, из этой напряженной ситуации, и его нужно делать на улицах, на пути. Допустим, у нас же люди ходят на работа-дом, дом-работа, там, ну, и раз в неделю выезд на природу. И хорошо бы делать вот на этих как раз путях локации дом, красиво нарисованный, расписанный, и люди постепенно будут включаться в какой-то культурно-образовательный аспект. В этом суть. Ну, то есть это все-таки искусство? Ну, конечно. Но это уже в Европе и в мире давно, это искусство. Нам нужно сейчас достичь, прийти к определенному европейскому уровню, не потому что мы подражаем, а потому что где-то мы что-то упустили. И если мы этого, ну, допустим, возьмем лучшее, то, что было, как бы, достигнуто в других странах, и этим воспользуемся и шагнем дальше, мне кажется, вот тот процесс эволюции. А процесс эволюции, мне кажется, это самое главное. Не кажется ли вам, что в итоге будут нанесены рисунки, ну, что-то вот такое-то из современных направлений, а вот как раз не будут, не будет таких, которые, в принципе, всем поколениям понятны? Ну, это, конечно же, в идеале нужно договариваться, согласовывать, чтобы не было вандализмом и бомбингом, как это называется на профессиональном языке, да? Мы делаем, кто-то делает эскизы, согласовывает с жильцами, там, конечно, будет, это я представляю, как это сложно согласовать примерно, да? Но если достойный рисунок, и по всем городам это приходит, я думаю, что этим нужно заниматься, и это в любом случае принесет, как бы, важный результат. Вопрос кураторства, то есть должен быть ответственный куратор, который бы осознавал момент 21 века, и опыт, и персональный подход, и пожелания, как бы, людей, и к чему это вообще, это нужно, тогда в этом есть суть. Дмитрий, ну, вот, да, на ваш взгляд, есть люди такие в городе Кирове, которые способны были бы, вот, взять на себя такую роль куратора? Да, конечно же, есть. Вот, ну, в смысле, я не то, чтобы, ты же, так вот, целенаправленно себя предлагаю. То есть есть художники, на сегодняшний день 4 персональных художника, которые могут выполнить качественную работу, с которыми мы ездили в Перм, в Москву, вот, и галерея прогресса имеет огромный опыт сотрудничества с Москвой в плане стрит-арта и граффити. Это же ведь так, вот, для остальных это что-то новое, потому что то, что мы видели, да, ребята рисуют, стараются, но там это все, как бы, на уровне того, что меня зовут тот-то, там нет концепции, там нет духовности, там нет творчества, там нет чего-то сакрального, особенного. Вы, в принципе, от лица галереи прогресса, в принципе, готовы поучаствовать, посодействовать каким-то образом? Ну, как всегда это дело, мы можем совершенно независимо принести оценку, абсолютно без какого-то материального участия, для того, чтобы в нашем, вообще наша позиция в том, чтобы в нашем городе было, как бы, гармоничнее существовать всем жителям этого города. Поэтому мы готовы себя рекомендовать как кураторов этого проекта. Ксения, а вы ходили на связь с Дмитрием, с галереей прогресса? Нет, я собиралась выйти, естественно, конечно, я их уважаю, очень галереи прогресса, их создатели, и все равно бы с ними это обговорило. Дмитрий, заикнулись вы по поводу граффити, проводили вы и фестиваль граффити, и, собственно говоря, человек в теме, по этому поводу, рядом с вашей галереей прогресса, и, собственно говоря, и неподалеку от нашей студии тоже граффити находится. Но как-то мы с вами однажды говорили, и вы отметили, что в Кирове достаточно такое скептическое отношение жителей именно к этому направлению искусства. Есть такое? Какое отношение? Что? А плохо слышно было какое отношение? Скептическое отношение. Ну да, граффити. То есть если относится к граффити, но не принимают, то как уж тут на домах такие рисунки большие? Вот поэтому я еще раз хочу уточнить, вот, допустим, мой друг Максим Федорович, он абсолютно, когда молодые художники нарисовали там быстренько все, там в течение шести часов ушли, мы с ним там два дня находимся. Почему? Потому что ему было важно, как академическому художнику, сделать абсолютно реализм. То есть не какой-то там шрифт быстро нарисован, а довести до совершенства. Чтобы люди, обычные жители, они это чувствуют, видят, понимают, они профессионально не понимают, но это видно интуитивно. Чтобы не было отторжения, они чтобы не видели, о чем концепция. Я еще раз говорю, что если делать этот персонал и правильная концепция в духе времени, то постепенно, постепенно, всегда что-то новое воспринималось в теки. А потом, когда люди понимали, так это же ведь они делают и для нас тоже, они говорят, так мы это тоже любим, и мы тоже без этого не можем. Дмитрий, спасибо вам большое. Вопрос, кто это будет делать и как? Спасибо. Вот с этого нужно начинать. Мы услышали вашу комментарию. Спасибо. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства Галереи Прогресса, был с нами на связи, а сейчас у нас слушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Мне вот такое предложение, так, учитывая, что сейчас начинается вопрос, так сказать, утепления фасадов, так, во многих местах, как бы вот эти вещи не перекрыли друг друга, то есть они вот, допустим, распишутся с хорошими, так сказать, там, вознагами и прочее, так, а потом в плановом состоянии, так сказать, начинается утепление фасадов, и вся их работа идет на смарку. И я хочу еще им предложить, так сказать, допустим, вот вблизи мест, где много всяких, так сказать, коррупционеров и бюрократов на каких-то старых больших домах написать такое, так сказать, стихотворение. Коррупционера и бюрократку, метлой поганой, доной святки. Ну и, значит, допустим, там, вот, товарищ Сталин, так сказать, метлой выметает всю эту дрянь, так сказать, из нашего красивого города. Спасибо вам, да, за предложение звонок, но я думаю, насчет Сталина споров будет колоссальное количество, а между тем, первое стихотворение мне лично очень понравилось, мне кажется, никаких споров оно бы не вызвало. А мне понравилось то, что слушатели включаются в процесс, и уже предлагают что-то, ну, то есть, не сразу, нет, нам это не надо, а как-то, да, мне кажется, это такая тема, которая, ну, не оставит равнодушными, даже те, кто негативно, не оставит, не будет равнодушных именно, поэтому можно будет общаться с гражданами по поводу этого. Вот, да, граждан, оказывается, ведь все-таки мало, вот, как мы видим, вопрос утепления, домов, вот, встал и так далее. Это все соправляющая компания, я думаю, что обговорим и не оставим таких вот промелов. Да, ну, если что, обращайтесь к Сергею Белякову, он этим уже занимается пять лет, как он нам сказал, поэтому опыт большой, дома такие уже имеются. Да, вот Дмитрий Шаляев тоже подключился. Дмитрий Шаляев подключился, согласно помочь, да, и художники есть, ну, то есть, вот так вот. Вот Владимир Николаевич со стихами тоже обязательно. Да, со стихами. Еще слушатели тоже как-то, наверное, после эфира проявят себя, сейчас еще подумают, какие бы рисунки они хотели видеть у себя на фасадах своих домов, а, может быть, бы не хотели, это тоже важно. Недавно же, ну, то есть, мы тоже в эфире говорили о том, что запускается такой проект «Город как музей» на остановках рисунки тоже, да, тоже такая. Ну, то есть, вот, да, где должна быть реклама, там рисунки, да, тоже современное искусство, ну, то есть, такая смежная тема. Да, я видела. Видели, да, то есть, ну, как к этому отношению, ну, просто все равно, Коль, мы здесь говорим про рисунки, про то, что мы как-то украшаем свой город, пытаемся как-то двигаться и в этом направлении. Да, вот этот проект сразу же мне напомнил Москву, потому что там когда-то это видела, то есть, там это привычно, а у нас так вроде бы, вятка, она такая старая, ну, я не знаю, ну, как-то, ну, странно видеть, здорово. Я думаю, что в ближайшие годы ведь очень много что развивется здесь, и город как музей, может быть, станет действительно. Ну, знаешь, это вот вообще мне напоминает сразу же вот эту ситуацию со стеной молокозавода, которую сколько бы ни красили, сколько лет, вот, ну, я здесь живу, сколько бы ее ни пытались закрасить белым цветом, все равно там появляются какие-то рисунки. Я вот не знаю, я, к сожалению, давно уже не езжу по этому вот маршруту в ту сторону, но у меня такое ощущение, что она по-прежнему белая, и все время будут пытаться закрасить. Вот вместо этого, мне кажется, лучше... А зря, можно было бы сделать конкурс среди вот этих молодых бомберов, да, и, ну, конкретно ограничить рамки, почему-то, что мы там не должны. И пусть они на виду у всех. На виду у всех. При этом же, Игорь, вот здесь, на улице Деринзяево, неподалеку от нашей студии, как раз проходил фестиваль граффити, и собрали художников, достойных художников, которые нарисовали, ну, мне кажется, весьма симпатичных, поэтому эти рисунки, они там находятся по сей день. При том, что это же можно, например, перекрасить, закрасить заново или что-то, еще можно каждый год устраивать, я не знаю, ну, по мне, тут поле деятельности просто огромнейшее, как ты считаешь, да? Да, но все-таки не хочется вводить в заблуждение слушателей, если вы против, если в вашем доме 51% не наберется столько жителей, которые бы хотели все-таки видеть, если вы будете против, то никто ничего не нарисует, так что не беспокойтесь. Ну что, спасибо, что сегодня пришли к нам, поговорили о своем проекте, о своей деятельности. Светлана Удельная, Игорь Рысев, увидимся, услышимся мы уже совсем скоро. Да, вы увидите, мы услышимся, и да, все, уже звук пошел, да, все в песне. И, как всегда, будем говорить на самые актуальные темы. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok